Юлия, вы здесь в рамках российского ритейла делитесь кейсом об управлении потерями. О каких результатах идет речь? Результаты очень впечатляющие. Это в том числе и отмечает топ-менеджмент компании. Мы снизили потери в прошлом году на 25 процентов к предыдущему периоду. Это достаточно такой весомый прорыв. За счет чего? Мы в целом подошли комплексно к работе с потерями, то есть мы начали фокусироваться на улучшение наших всех процессов и работать с этим кросс-функционально, то есть все службы, которые были вовлечены в процесс, имея ввиду пополнение магазинов, ассортиментная матрица и так далее, все те подразделения, которые с ними работают, они были вовлечены в процесс. И концептуально новое было то, что мы работали исходя из повышения максимальной эффективности, то есть мы не боролись с потерями, мы работали именно с эффективностью. Какие-то процессы пришлось прям ломать то, что раньше было? Ну я бы так не сказала, мы не ломали, мы пересматривали их в зависимости от того, что происходило на текущий момент, то есть мы проводили анализ, видели то, что где у нас что-то идет не так, да, то что там возможно не совсем эффективно работает и это начинали пересматривать и опять же повторюсь с учетом влияния на результат общей компании. А вот от линейного персонала в этой вот всей переделки много зависело вообще в целом? Ну да, конечно, тоже там мы принимали решение верхнеуровневое исполнение, это конечно всегда было на линейном персонале, поэтому их тоже нужно было вовлекать в процесс. Как люди воспринимали вот эти, скажем так, это все равно какие-то новые введения? Их обычно вот линейный персонал, ну по крайней мере, часто ритейлеры говорят, что люди не всегда воспринимают новое с энтузиазмом, то есть приходится уговаривать, убеждать, как эта работа у вас проводилась. Это так, да, мы пытались, знаете, там создать команду, то есть единомышленников, да, то есть мы продавали это как действительно большие профиты для компании и для людей в том числе. Это была опять же возможность развития для них, то есть не жить там в каких-то установленных рамках, а наоборот смотреть более широко и системно на процессы, а не только там на свой участок исключительно. Сколько времени заняло вот это переубеждение, скажем так? Да, это, наверное, было самое важное и сложное, это, ну, заняло где-то порядка полугода. Ага. А вот вы сказали, 25% это вот, скажем так, общая температура по больнице, да? Да. Категории какие-то особо сложные в работе можете выделить? С чем вот пришлось попотеть? Да, у нас категория фроф, это самое трафикообразующее, да, и в том числе потеряобразующее. 13 миллионов покупателей в день обслуживает магнит, и почти в каждом магазине на входе есть фроф. И мы, нам важно создавать в этой категории лучшее предложение для покупателей, а это синергия там между качеством, это лучшее качество, лучшая цена, лучший ассортимент, и все должно работать как часы. И вот здесь, конечно, мы сфокусировались изначально на фроф из-за большой доли, и там мы, в принципе, достигли первых успехов, которые потом нам позволили привлечь также другие подразделения в работу над потерями в целом. Вот если таки чуть подробнее рассказать то, что вы конкретно делали с фрофтус, вы работали с поставщиками, вы как-то иначе настроили работу распредцентра, как именно вы достигли того, чтобы, как я понимаю, эта цепочка свежести, чтобы она быстрее начала работать? В том числе, да, это все-таки контроль качества на входе, это стандартизация, в принципе, всего того, что связано с качеством, разработка паспортов. Мы это делали совместно с производителями, у нас была возможность также привлекать своих агрономов, потому что у нас есть свои производственные площадки. Мы стандартизировали эту работу, потом расставили нужные контроли, которые в том числе частично автоматизировали, частично улучшили. А дальше мы отслеживали всю цепочку. Это от поставщика на вход, от входа на РЦ, распределение на РЦ по температурным режимам, по местам хранения с учетом товарного соседства. И дальше мы контролировали приход в торговые объекты. Это тоже очень важно. Качество комплектации, качество доставки и так далее. И все это позволило нам, ну, в целом, поднять категорию на достаточно высокий уровень. У нас выросли и продажи, мы расширили ассортимент и снизили потери. А вот если говорить про то, что вот вы тут поменяли, какие-то технологии новые принципиально пришлось задействовать в этом процессе? Ну, наверное, они не совсем были новые. Там, например, если в части ФРОВ у нас была дистанционная приемка и есть на всех РЦ, мы просто работали над улучшениями. А в части технологий здесь, наверное, больше технология самой работы, вот именно над потерями. Мы всегда исходили из конечного результата и влияния на ЕБИДА. Все решения принимались с этим учетом. То есть мы не боролись с потерями. Мы пытались улучшить нашу эффективность общую. Какие-то еще точки роста в дальнейшем снижении потерь и на чем вы будете работать? Конечно, есть, потому что я могу сказать, что сейчас мы сделали только такую основную верхнеуровневую работу. Сейчас мы будем уже уходить в детали и улучшать процессы уже, ну, более, там, скажем, мелкие, но которые в том числе нам помогут оптимизировать эту расходную статью. Спасибо большое. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо вам. Спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Спасибо.